Добрый день, дорогие друзья и мои любимые подписчики! Сегодня у нас вторая часть четвертого урока, и мы с вами поговорим о тоновой кривой, о кривых цветных каналах и разберем, как они работают и на что влияют при обработке фотографий. А если вы по какой-то причине не видели первую часть четвертого урока, обязательно посмотрите ее для того, чтобы сохранить целостность материала. Ну а мы продолжаем с того момента, на котором закончили первую часть четвертого урока. Итак, приступаем. Итак, давайте я сброшу настройки. Мы опять вернулись к первоначальному значению. И теперь мы будем работать в каждом канале отдельно. Когда вы работаете в цветных каналах, у вас помимо усиления контраста в цветах или создания дополнительных оттенков в различных светотеневых участках изображения, вы еще в цветных каналах делаете примерно то же самое, что делает и канал RGB. То есть вы усиливаете или ослабляете контраст в светотеневом рисунке. То есть цветные каналы позволяют нам первое, это усилить цветовой контраст. Второе, создать дополнительные оттенки в тенях, в цветах в средних участках. И третье, это усилить контраст в светотеневом рисунке изображения. И когда вы работаете во всех четырех каналах, то вот вам мой небольшой совет. Вы сначала поработаете в цветных каналах, потом если вас общая контрастность изображения не будет устраивать, вы аккуратненько доработаете в канале RGB или, например, создадите винтажное изображение. Но не наоборот, иначе мы можем наше изображение просто загубить и сделать его сильным контрастом, чего уже не исправить другими ползунками. Ну что, переходим к изучению цветных каналов. Итак, давайте перейдем в красный канал. У нас, как вы видите, сразу окрасилась наша шкала вот здесь вот в красный цвет, а вот здесь вот в такой вот, в холодный, зеленый, в изумрудный цвет. И если вы обратите внимание, то это работает как градиент. То есть от наименьшей насыщенности цвета к наибольшему. Кстати, старой версии Lightroom у вас не будет вот этих вот цветов. Но это в обработке никаким образом не участвует. Так что смело обрабатывайте в любом Lightroom, который у вас есть. Кстати, Lightroom практически не меняются. Усовершенствуются какие-то инструменты, но в целом вам в любой версии доступны все возможные инструменты цветокоррекции, тонирования и так далее. Итак, что же будет, если мы потянем среднюю точку вот сюда, вверх? Можем даже довести до конца. И как вы можете заметить, невооруженным взглядом наша фотография окрасилась в красный цвет. Двумя кликами я могу возвратить нашу кривую в исходное положение. Давайте потянем теперь вниз. И наше изображение окрашивается в голубой цвет. А при наложении на другие цвета на нашей фотографии, мы видим циановые, порой даже изумрудные оттенки. Откуда же взялись эти цвета, друзья? Вот наши три прожектора. Вот здесь у нас находится кривая. И если мы потянем нашу кривую вверх, то мы получим красный цвет. А если мы потянем вниз, то получим голубой. Так устроен красный канал. Ну и как вы можете догадаться, зеленый канал устроен абсолютно так же. И если мы в зеленом канале, среднюю точку, вот отсюда, потянем вверх, то мы получим с вами зеленые оттенки. А если потянем вниз, фиолетовые. Давайте мы проверим эту теорию. Итак, я сбросил значение в красном канале, перехожу в зеленый канал. и так тянем вверх получаем зеленый цвет тянем вниз получаем фиолетовый цвет и как вы понимаете синим каналом то же самое то есть если мы сюда потянем мы получаем синий цвет а если вы потянем сюда мы получаем желтый теплый цвет давайте мы заглянем в наш прожектор и посмотрим так ли это и так синий канал когда мы тянем вверх мы получаем синие оттенки на фотографии когда мы тянем вниз мы получаем желтые оттенки на фотографии итак друзья я вам напомню что в цветных каналах мы можем повышать контраст цветов мы можем делать дополнительное тонирование и мы можем повышать контраст света теневых участках изображения как же это работает давайте мы с вами рассмотрим классический метод и так я нахожусь в красном канале я фиксирую вот здесь вот нижнюю точку тяну ее немного вниз можно при зажатой кнопочки alt и у меня появляется здесь вот такие вот значения 7048 давайте я округлю чтобы нам легче было запомнить и так 7050 у нас средних участках изображения теперь мы выставим среднюю точку средняя . да у нас это ровно значение 128 на 128 и это означает что она стоит ровно по центру теперь давайте перейдем светлые участки кликну вот здесь вот точку поставлю немного повыше так давайте я здесь делаю 185 здесь я сделаю пожалуй 200 чтобы проверить какие значения мы выставили мы можем навести вот сюда на курсор и в левом верхнем углу мы увидим координаты нашей точки то есть 7050 и как вы можете заметить наша фотография в тенях приобрела такие легкие изумрудные оттенки а в светлых у нас добавилось больше красненького давайте мы отключим кривую и посмотрим как она сработала и так без кривой с кривой для чего мы выставили здесь значение для чего мы их запоминаем потому что абсолютно эти же значения мы будем выставлять во всех трех каналах и так перейдем зеленый канал мы можем выставить сразу среднюю точку поправить ее чтобы она стояла ровно по центру 128 128 здесь как вы помните в темных участках у нас было 75 и 50 а в светлых участках у нас . была в координатах 185 200 185 и 200 отлично и теперь как вы можете заметить у нас светлых участках добавилось немножко зелененького а в темных участках у нас добавилось фиолетовых оттенков давайте посмотрим было стало было стало и теперь переходим в синий канал и выставляем те же самые координаты то есть здесь мы поправляем точку делаем 128 на 128 здесь мы ставим 75 на 50 и здесь мы ставим 185 на 200 теперь давайте друзья посмотрим было стало и так было стало и как вы можете заметить что цвета стали наиболее контрастные наиболее четкие интересные густые и после того как мы выставили абсолютно одинаковые координаты во всех трех точках вы нигде теперь здесь не найдете каких-то дополнительных паразитных оттенков они все снивелированы и это потому вспоминаем прожектор при наложении красного синего и зеленого цветов мы получаем нейтральный белый цвет но так как мы сделали в каждом канале с образную кривую мы соответственно помимо цветов еще и добавили суда контраста то сделали темнее средние участки темные участки и сделали светлее светлые участки так вот друзья теперь самый раз перейти в основные настроечки и мы можем просто слегка прижать немного контраст изображения когда мы двигаем ползунок влево у нас контраст работает гораздо интереснее также мы можем перейти теперь в канал rgb помните как я говорил и здесь уже доработать свето теневой рисунок то есть добавить например винтажности в изображении и как вы видите я здесь задействовал сразу все инструменты я и поработал из контрастном в основных настройках я и поработал с цветными каналами из каналам rgb и получил вот такой достаточно интересный контрастный красивый рисунок при этом я сохранил цвет кожи но если в вашем случае цвет кожи станет слишком оранжевый вы конечно можете перейти в панели чисел и слегка убавить значение оранжевого цвета теперь вот эту кривую я полностью могу сохранить давайте мы ее назовем rgb 1 и так что мы с вами сделали мы с повысили цветовой контраст мы с вами проработали локальный контраст с использованием rgb кривой и поработали со света теневым рисунком теперь нам осталось посмотреть как в каналах работает цвет и так давайте мы перейдем в красный канал теперь друзья смотрите я беру пипетку я навожу курсор на лицо сначала на самые темные участки потом на самые светлые это где-то у нас так блики но вот тут вот на носу если у вас не получается мы можем увеличить изображение так отлично теперь как вы можете заметить в нашей кривой появилось две дополнительные точки и вот это вот область изображения влияет как раз на цвет кожи и мы можем его не трогать но если вы уже профессионал с кривой вы можете поработать отдельно и с цветом кожи но это очень сложно сюда лучше не лезть но мы с вами вот эту часть кривую трогать не будем давайте мы поработаем например только с тенью я хочу добавить в тени немножко холодного зеленого вот этих изумрудных цветов чтобы получить красивую кинематографичную картинку и так чем левее чем ниже я ставлю точку тем на более темные участки будет воздействовать моя кривая кликну еще раз чтобы убрать этот инструмент давайте я зажму кнопочку alt добавлю вот сюда точку потяну немножко вниз добавлю вот сюда точку и потяну также немножко вниз у меня появляется более интересный темный цвет он более такой проработанный глубокий кинематографичный если вы видите что при этом ваша кривая сильно изгибается вы можете поступить вот таким вот образом снять все кривые куда поставить дополнительных точек чтобы эта часть кривой не изгибалась и только после этого проработать темные участки и так добавим в тени немножко изумрудных оттенков теперь давайте мы эти тени сделаем похолоднее переходим в зеленый канал у нас здесь тени даст нам фиолетовый да если мы вверх будем двигать мы тени будем осветлять и добавлять в него зеленые оттенки но если вы например любите кинематографы и часто ходите фильмы вы же обращали внимание как тонируют художественные фильмы там как правило всегда холодные тени и теплые красивые света и так для того чтобы получить холодные тени переходим в синий канал именно здесь у нас находится синий цвет нам в тенях не нужен ни зеленый не фиолетовый я сейчас примерно выставлю вы можете сделать пипеткой и зафиксировать тот участок который у нас отвечает за лица теперь эта часть кривой практически не будет изменяться мы поработаем с вами вот с этим участком мы создадим более красивые интересные тени и теперь я буду двигать вот эту кривую не вниз а слегка вверх могу приподнять даже вот здесь точку черного и в самых темных участках еле заметных получить холодные оттенки если вы нечаянно поставили точку и хотите от нее избавиться вам просто необходимо на нее кликнуть два раза и она исчезнет и так друзья я получил такие интересные красивые тени черный стал более глубокий более интересный красный цвет тоже стал достаточно интересный несмотря на то что здесь нету практически никаких источников освещения а солнце уже но буквально скатилась за горизонт и дарит прям буквально последние блики последние лучики которые можно увидеть на лице наших моделей ну и конечно же после того как вы проработали вам кажется что ваша фотография слишком контрастная вы также можете доработать вот здесь в панельки rgb либо перейти в основные и немножко понизить контраст также можно приподнять немножко еще точку черного увести ее вправо сделать более воздушное изображение и так друзья давайте посмотрим теперь как менялась наша фотография вот такой рисунок был у исходника вторым шагом обработка основных настроек цветокоррекция в панели чисел цветокоррекция в панели раздельное тонирование или у вас она может называться сплит тонирования и теперь третий вариант когда мы поработали уже с кривыми ну и конечно же с этой фотографии еще необходимо поработать фотошопе это произвести ретушь лица и так далее не забывайте что мы сейчас работаем с цветом и с контрастом именно используем тоновую кривую и соответственно вот эти вот настройки мы можем сохранить и давайте теперь назовем это rgb портрет и так друзья с портретами понятно разобрались давайте перейдем теперь городской фотографии и так друзья городская фотография она уже обработана но за исключением того что я здесь не использовал то новую кривую и как вы можете уже догадаться сами если в кадре у нас нету лиц нету цвета кожи человека у нас сразу развязаны руки и мы можем нашу цвету коррекцию при помощи кривых обрабатывать но практически любым разумным способом конечно же но чтобы получить какое-то интересное креативное тонирование давайте я просто навсего здесь применю сейчас созданный свой пресетик как вы видите у меня усилились цвета но при этом тонирование практически не поменялось мне здесь необходимо понизить немного контраст после чего я перехожу красный канал и мы с вами теперь можем поработать с отдельными участками давайте мы сделаем с вами как раз средние участки у нас отвечают за тротуарную плитку давайте мы сейчас с вами добавим сюда немного побольше голубых и циановых оттенков теперь перейдем в зеленый канал добавим сюда фиолета у нас как вы видите зеленый немного исчезает и на него накладывается фиолетовый цвет но фиолетовый в тенях мне не нужно я хочу здесь получить красивый глубокий синий цвет теперь я захожу в синий канал в синем канале я слегка приподнимаю точки чтобы получить красивые синие и не можно также среднюю точку слегка приподнять теперь давайте мы перейдем вот сюда в rgb не буду я здесь сделать такой сильный винтаж а вот тротуарную плиточку я хочу сделать потемнее я также могу взять пипетку и посмотреть где у меня содержатся какие цвета например вот этот участок я хочу убрать блики здесь сделать немножко потемнее так можно работать во всех инструментах используя вообще все возможности которые нам предлагает у новая кривая при этом контраст мы можем регулировать дополнительно в базовых настройках и также мы параллельно можем работать в раздельном тонировании например добавить сюда сразу больше синих оттенков нужно немножко доработать и светлые участки и друзья что немаловажно не забывайте у вас помимо тех настроек которые мы только что изучили у вас еще есть температура то есть баланс белого и вы можете сделать фотографию как похолоднее так и потеплее но при этом у вас будет моментально меняться оттенок вашего изображения видите картинка какая стала горячая огненная оранжевая и если я подвину ползунок влево я сделаю картинку более прохладной я ночные фотографии не люблю горячие мне кажется что они должны быть вот такие слегка синенькие теперь давайте посмотрим какое изображение было у нас первоначально вот так выглядел исходник и вот такое изображение я получил при помощи цвета коррекции и при помощи использования тоновой кривой и конечно же новый полученный присед для города мы также можем сохранить это я уже показывать не буду не будем терять на этом время итак друзья давайте закрепим материал тоновая кривая это креативный инструмент для дополнительной ретуши и усиление цветового контраста при обработке фотографий тоновая кривая работает по принципам модели rgb которая свою очередь создана на основе физики цвета и мы обязательно к этой теме еще вернемся для того чтобы изучить ее более подробно при помощи тоновой кривой можно создавать свои цветовые оттенки отдельно в тенях отдельно в средних участках или в светлых или одновременно везде используя цветовые схемы и рекомендую вам посмотреть соответствующее видео как раз по теме цветовой круг и цветовые схемы подсказка будет в описании к этому видео вот например цветовая схема которую я часто использую при обработке своих городских фотографий что еще следует избегать чрезмерной эксплуатации тоновой кривой при обработке портретов или пейзажей под этими словами я подразумеваю что не надо слишком усердствовать и делать крутые изгибы в кривой дабы не нарушить естественный цвет кожи человека или цвет природы подходите к этому процессу творчески но грамотно вот несколько примеров из скринов фильмов здесь конечно используют более сложное программное обеспечение при цветокоррекции но если вы обратите внимание то увидите что мы на своих снимках при помощи тоновой кривой в тандеме с раздельным тонированием можем получить аналогичные оттенки цветокоррекцию что еще данное видео будет разбито на перечисленные только что мной темы и созданы тайм-коды и вы можете при обработке фотографий возвращаться к этому уроку и нажимая на тайм-код того или нового раздела оперативно получать информацию по тоновой кривой при обработке ваших снимков также рекомендую вам подписаться на канал чтобы получать уведомления о новых видео уроках на этом друзья сегодня все творческих вам высот всем пока и до следующего видео урока по обработке фотографий урока по обработке фотографий